МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это случится теперь с каждым. Это неизбежно. Нельзя отказаться, нельзя сделать вид, будто ничего не знаешь. В общем, друзья, мы круто попали в программу капитального ремонта многоквартирных домов. И даже если в вашей многоэтажке всего пара лет от роду, придет и ее час. Я уже не говорю о тех, кому косметические процедуры давно не помогают. Только хардкор, только капремонт. Напомним тем, кто забыл. Отношения с законом о капитальном ремонте у жителей Белгородской области развивались бурно. Народ долго привыкал к мысли, что теперь, кроме коммунальных услуг, нужно платить еще и за какой-то капремонт. Власть даже пошла на уступки, снизив стоимость с 7 рублей 40 копеек за квадратный метр до 5,90. То есть, к примеру, двухкомнатная квартира квадратов на 60 перечисляет фонд капитального ремонта 354 рубля в месяц. Это то, что мы им должны. Вынь да положь. Народный бульвар 101. Этому дому 52 года. Жильцы говорят, капитальный ремонт здесь затеяли в августе. Как обычно, обещали перемены в лучшую сторону, по всем фронтам. Ремонт фасада, крыши, инженерных систем. Да, здесь действительно многое изменилось. Два месяца не могут сделать электропроводку. Они живут, как в Донбассе, на руинах. Все выбивали, разбивали. Все сроки уже прошли. Не найдешь крайнего. Кто же отвечает вообще за весь этот ремонт? Вот обойдите перед домом и посмотрите. Дверь у кого так навешана, чтобы в лицо невозможно открыть. Пройдите под всем. Кто бы мог подумать, что долгожданный капремонт может обернуться такими проблемами. В квартире Елены Анатольевны зияет дыра. За туалетом ремонтники раздолбили стену, чтобы проложить новую трубу канализации. А обратно заделать забыли. Теперь сквозняк гоняет ветер из подъезда в квартиры всех, кто живет по этому стояку. У них в душевых та же картина. Кстати, когда соседи пенсионерки настоятельно попросили рабочих прийти и заложить дыру в квартире ветерана Великой Отечественной, они пришли. Но вместо того, чтобы приняться за дело, строго отчитали Елену Анатольевну. Что это, мол, вы спекулируете своими прошлыми заслугами? Пришел слесарь и начал воспитывать пожилого человека. Добавим к списку претензий холодные коридоры, отключенные домофоны, разрушенные стены и наскоро залепленные дыры. Открытые, Настя, шпадвалы, а там... А еще мусор, которым буквально завалены подъезды, куски утеплителя, осколки кирпичей, в буквальном смысле горы мусора. И на фоне этого строители, которые не отрицают, что действительно плевали на элементарную аккуратность в работе. Материал был весь разбросанный. Из-за волос здесь лежал оберег, кто хочу, кто не хочу. Мешали цемент. А почему вы мешаете цемент прямо вот на дорожке? Негде? Да. 10 ноября, как раз тогда, когда мы все это запечатлели на камеру, в Белгороде на оперативном совещании департамент городского хозяйства отчитался. План выполнен. 32 дома хотели отремонтировать. И отремонтировали. И тут непонятно, то ли подрядчики от руководства что-то скрывают, то ли нам глаза врут. Капитальный ремонт в Белгороде сначала планировали окончить к 1 октября, потом к 15. Позже стало известно, что черной датой для подрядчиков, кто не рассчитал ни время, ни силы, стало 24 октября, начиная с которого за каждый день просрочки они должны будут заплатить 0,1 от стоимости капремонта. Это может быть 3, а может и все 30 тысяч рублей. Возможно, как раз эти штрафные санкции и тормозят финал эпопеи под названием капремонт. Деньги уходят на оплату неустоек, рабочим платить нечем, вот они и прохлаждаются на скамейках. И возможно, проблема и не только в этом, а в том, что ремонт – дело общее. Да, мы платим и нам должны, но, к сожалению, реальность такова. Контроль со стороны жильцов необходим. В августе месяце начался у нас капитальный ремонт. Мы даже не представляли, что у нас какие будут производиться ремонтные работы. Сметы мы не видели и стали узнавать, сколько же стоит этот будет капитальный ремонт. Кто-то где-то прослышал, вроде бы как, или в интернете, или где-то, что капитальные ремонты будут дорогостоящие, стоя на какие-то миллионы будут выходить. Теплоносители. Значит, локальный сметный расчет номер один. Это монтажные работы. И вот пошли эти монтажные работы. Все тут надо делать, чего там надо. А вы скажите, это вы сами попросили, чтобы вам дали? Да, сами. С большим трудом они дали. Оказывается, это еще надо очень постараться заполучить бумаги, документы о капитальном ремонте в вашем доме. Роман Александрович из тех, у кого не забалуешь. Они стараются, что-то делают, что-то делают хорошо, что-то замечательно, что-то недоделывают. Мы им указываем. Ну, например, вот козырек над подъездом. Три или четыре раза я сказал, переделайте. Ну, вроде бы переделали, чтобы там уклон был получше. На руках бумаги, и они все ценные. Дому, в котором он живет, 76 лет. Упустишь что-то, и есть вероятность, он не дотянет до векового юбилея. Сейчас вот со старшей по дому они спорят о том, собираются строители менять трубы отопления в подъезде или нет. Там не заложен этот самый. Хотя, как бы, по идее, должно быть, да? Ну, вообще, все системы. Газа, вода, снабжение. А я вас это знаю, кстати... Газа было. Кстати, 160-й, жилищного код, где написано, что делается при капремоне. Старшая на минуту оставляет нас и возвращается уже с бригадиром команды, которая работает во дворе. Мы сегодня воду слили, перекрыли, поставили кромли, чтобы менять стройки. Завтра заведу все батарейки. Задя. Ну, молодцы. Ну, все, оказывается, все делается. Потом уже в личной беседе бригадир строительного управления 31 признался, не все так гладко, дом достался сложный, но еще сложнее. Оказалось, найти общий язык с жильцами. Когда финишируете? Ну, официально, в принципе, он уже, можно сказать, финишировал, но недоделок полно. Мы уже должны на другом объекте работать, но нас вернули, давайте, доделаем. Жильцы просят про теннис. Там еще 38-й квартиру надо подняться, поменять. Там уникальство, она сказала, там стояк поменять, где-то воду еще поменять. Там просят отопление, там поменять. Просто нам с речей им идут, хотя мы не обязаны отопление менять. Ну, живет одна бабулька, она ничего не сделает. Это все вы вносите, получается, в смету? В дополнительную смету мы вносим, что мы сделали, кроме основной работы, мы сделали вот это. Вообще, по сути, они этого делать и не должны были. Капитальный ремонт дома – это вовсе не набор услуг по желанию клиента. То есть дверь и окна в вашей квартире никто менять не станет. Зато вот что могут отремонтировать или заменить в местах, так сказать, общего пользования. Системы электро-, тепло- и газоснабжения. Лифт. Если такой имеется в вашем доме, сделать так, чтобы крыша не протекала. Навести порядок в подвале. Утеплить и покрасить фасад. Установить коллективные приборы учета. Подлатать фундамент. И даже, по вашей просьбе, оборудовать пандусы. Но это зависит от того, какой суммой будете располагать и что необходимо вашему дому. Главное, на собрание жильцов ходить и принимать участие в голосованиях. Иначе потом будете разбираться по факту, кто кому что должен и должен ли вообще. Чем, собственно, и занимаются теперь жители дома 101 по улице Народный бульвар. На вопрос, видели они вообще смету или нет, отвечают отрицательно. Разговор жильцов с субподрядчиками сводится к выяснению. А это вы нам должны установить. А еще вот это. Строители отвечают, что смете этого нет. Разговор ни о чем. И теперь уже их очередь изливать душу. Поймите, пожалуйста. Мы вынуждены отказываться от таких ремонтов. Потому что мы сидим, грязи два месяца, и у нас никто ничего не делает. От ваших магазинов ненормальных. От того, что не дают допуска, доступа. Вы должны не приходить воевать с жильцами. Мы должны прийти и работать. Правильно. Правильно? Правильно. Нам должны предоставить доступ. Нам этого не предоставляют. Мы тормозимся по времени. И мы прибегаем к таким методам незаконным, что мы берем, отключаем воду. А что, у нас вариантов нет. А другие страдают. А другие страдают. Так вы нарушаете право проживания. Слушайте. Конечно. А мы вынуждены это делать. Потому что люди есть, которые по барабану. А дальше то, чего вслух произносить было категорически нельзя. Я вот с вами стою и разговариваю. Я вообще не буду. Заодно мне сто лет не буду. Правда, мы согласны. Вообще не нужно. Хотя, если подумать, эта фраза как нельзя более красочно рисует ситуацию. И та, и другая сторона к диалогу не готова. Одни до конца так и не поняли, что такое капремонт. Другие считают общение с жителями дома делом бесполезным. Оттого, возможно, и рождается тотальное недопонимание, которое и приводит к таким последствиям. Галина, старшая в доме 14 по улице Победы, ссоры за сбыт, так уж получается, не выносит. Потому ремонт их четырехэтажки в региональной новостной хронике выглядит как образцово-показательный. В беседе перед камерой она и нам ответила, что все прошло отлично. Дома почти 50 лет и не было никогда капитального ремонта. Нам все это было нужно. У нас делали подрядчики СУ-31. Мы очень довольны работниками, потому что... Вы с ними контакт имели? Контакт имели, обязательно по ходу работают. Квартира у нас, инженерные коммуникации находятся на первом этаже в квартирах у людей, потому что у нас нет подвалов. Все люди дали допуск. Сейчас у нас тепло, канализация поменена, водопровод поменен, нет вони. Вы принимали работу вот уже после по факту? Обязательно. Подпись ставили? Конечно. У нас было собрание жильцов. Жильцы расписывались тоже. Это потом в разговоре по телефону призналось, что иногда со строителями и спорила, и ругалась, но в итоге договориться удавалось. Обычный рабочий процесс, в результате которого женщина выучила наизусть жилищный кодекс и теперь консультирует по капремонту жителей соседних домов, которым в эту воду еще только предстоит войти. И тут главное не сесть в лужу. Подрядчики говорят, что одна из причин ситуации, когда капремонт терпит фиаско, нет старшего по дому. Вот кто помогает, вообще должен помогать. А у нас его нет. А вести диалог со всеми жильцами одновременно бессмысленно. Тут получается как с футболом. Вся страна теоретики, которые умеют играть, и только 11 человек в цветастых шортах, бегают по полю и никак не могут попасть по мячу. Что говорить о проблемах во время самого капремонта, когда люди до сих пор еще не определились, платить за него или нет? И главное, как? Закон оставил нам право выбора. И теперь у нас есть два способа накопления средств для грядущего капитального ремонта. Мы можем перечислять ежемесячные платежи на счет регионального оператора. Его роль исполняет региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Белгородской области. Выбрали его в качестве копилки? Тогда в будущем головная боль фонда – ведение бухгалтерии, поиск подрядной организации, контроль за выполнением работ и еще много подобных забот. Или же имеем полное право накапливать взносы на специальном счете дома. Но учтите, тогда все заботы лягут на ваши плечи. Что будут ремонтировать в вашем доме? Кто? И главное, как вписаться в бюджет? Решать будете вы и никто другой. И тут кому что нравится. Выбирайте сами. Дубовое. Улица Зеленая, дом 13. Совет дома с жильцами определились сразу. Будут копить деньги на специальном счету. Юлию назначили старше и доверили собирать подписи, чтобы документально подтвердить выбор. Был лишь один нюанс. Счет можно создать сразу, но деньги туда поступят только через два года. А все это время они будут храниться на счету регионального оператора. Процесс завис. Подписываться под этим люди отказываются. Вообще нет четкого этого механизма. То есть если бы было сказано, что вот через два года будет вот так, вот так, вот так, вы возьмете на данный момент. Ну так они говорят. Будет так, так, мы перечислим вам на счет. Ну это же разговоры. А мне-то надо, чтобы это была какая-то уверенность. И тогда все будут согласны платить. Сто процентной уверенности в этом нет. Как показывает опыт, у нас сейчас могут быть такие схемы различные. Ввода денег, использование их где-то не по назначению. Единственное, что предлагает в этом случае фонд содействия реформированию ЖКХ, следить за своими накоплениями по сети. В графе отчетность сумма, которую ваш дом собрал на капремонт за минувшие месяцы. Ровно с тех пор, как этот специальный счет создан. Но даже этого порой недостаточно, чтобы завоевать доверие плательщиков. Впрочем, так думают не все. Галина, вы ее помните, убедила жильцов своего дома хранить деньги на счету регионального оператора. И, похоже, из чувства солидарности и благодарности к тем, за чей счет в этом году был отремонтирован ее дом. Мы будем также платить за капитальный ремонт фонд регионального оператора. Потому что нам же отремонтировали дом, значит, еще другим людям нужен ремонт. Ваши деньги, которые будете платить, пригодятся? Другим, конечно. Потому что мы попали в этом году. Сейчас они вам помогли, потом... Да, теперь мы поможем другим людям. А может, Галине просто повезло с подрядчиками. У них работами руководило строительное управление «31». То же самое, которое работает в доме по улице Белгородского полка 40А. В их адрес мы услышали намного больше комплиментов, чем в адрес общества с ограниченной ответственностью «Жилспецмонтаж» главного подрядчика, курирующего капремон в доме 101 по Народному бульвару. Когда рабочие уходили, они перекрывали вот эти вот стояки, вот эти стояки и на кухне, и уходили. И холодную перекрывали холодную воду. Это два раза. Мы вызывали слесаря, который проводил нам вот эти вот систему отопления, монтировал. Он приходил, сказал, что это какая-то вам диверсия. Он раз открыл, другой раз открыл. Я обратилась к Посухову. И он говорит, вы же слишком много разговариваете, поэтому вам и перекрывали эти стояки. Мы навестили контору под названием «Жилспецмонтаж», а заодно и главного инженера, того самого Евгения Посухова. По порядку выложили, что еще осталось доделать доме, хотя, похоже, он и сам в курсе дела. А финальные точки неизвестно, да, когда он был? Почему нет? Ну, вообще финал, а ремонт. Ну, еще должен был когда? В 1 октября должен был быть, конечно, да? Да, ну, я так понимаю, вы в курсе, когда он должен был закончиться? Все в курсе, весь город в курсе, когда должен был закончиться. А весь город знает, когда деньги поступили? Нет. Почему? Вот это да. А что, это опоздали, да, походу? Ну, да. А потом заговорил о больном. Вы понимаете, что мы пришли туда работать. Вы прекрасно понимаете, да? Пришли работать. Не пришли никому-то сделать хуже, а пришли сделать только лучше. В кармане такие. А люди-то воспринимают штыки. Они не понимают, что если сегодня мы им не сделаем, они нас прогонят, будут думать, что мы на них хуже делаем. Через год, через два они будут платить большие деньги людям, которые будут это за деньги просто сделать. Вот и все, вот и все, правда. А нам уговаривать их уже не один день. И уже, честно говоря, не хочется. Потому что уговаривали, уговаривали два месяца. Уговаривать? Ну что, вроде мы все же согласны. Да нет, у нас все же не согласны. Раскопремонт – дело общее, то и винить кого-то одного в том, что сроки срываются, в том, что ремонт некачественный и необдуманный, нельзя. Дмитрий Рудов, известный в Белгороде как представитель Совета собственников многоквартирных домов, на этот счет имеет свою позицию. Якобы суть проблемы – глубже. Прежде чем приступить к капитальному ремонту, был проведен на каждом из 32 домов конкурс. То есть было 32 конкурса проведено, на которых подрядчики должны были предоставить лучшую цену, лучшие сроки и лучшее качество работы. Но что фактически произошло? На 27 из 32 были подана всего одна заявка на каждый конкурс. И фактически конкурсы по всем 32 домам признаны, официально протоколы есть, несостоявшимися. То есть борьбы и конфликта интересов фирм предложить лучшие условия не было. Получается, что фирма «Дядя Васи» и «Дядя Пети» поделили уже, возможно, как я, по моему мнению, еще до конкурса все эти объекты. Какая-то фирма взяла один лот, какая-то два дома, какая-то три, четыре, какая-то пять. И в итоге получилось, что и сроки были не выполнены, тоже наверняка в связи с этим, что взяли много домов, а в конце концов пришлось их сдавать, не смогли осилить, скажем так, по временным затратам. Торги, говорит Дмитрий, проводятся и еще с одной целью – за счет конкуренции снизить стоимость капремонта. Он прошерстил документы и пришел к выводу. Стоимость капремонта – это несущественно отразилось в связи с тем, что не было конкуренции. Соответственно, процент снижения по всем домам составил полпроцента. Что такое полпроцента? Ну, с тысячи рублей, если мы с вами договорились, я отремонтировать вам компьютер, а по факту уже выполненной работы вы мне попросили какую-то скидку, я вам с тысячи пять рублей скинул. То есть фактически с каждой тысячи было скинуто пять рублей. Вот на пять рублей подешевел капремонт после проведения вот этих торгов. Не поможет, говорит он, и черный список ЖКХ, куда по итогам капремонта вносят название недобросовестных фирм. Сейчас всех эти фирмы будут заносить в черный список мэрия, кто не успел. Уже есть черный список, да? Да, капремонт, да. Но, соответственно, надо заносить, скорее всего, их учредители, а не эти фирмы. То есть за 10 тысяч установок капитала нужно открыть новую фирму или от другой фирмы проводить ремонт. Хотелось бы сказать одно, чтобы жильцы были очень внимательны, когда проводился этот капитальный ремонт. А к нам более внимательнее были те, которые проводят эти работы, чтобы они нас, жильцов, не обижали. Нам же еще 45 лет платить весь этот капитальный ремонт. А если они будут так вот плохо делать, если будут отваливаться, то это просто деньги, они будут уходить в никуда. А пока жители домов, откуда строители еще не ушли и где ремонт еще не закончен, залезывают раны. Тобили вот дыра. Вот посмотрите. Вот видите, вот покуда. Это мы заложили дня-два назад сами. Вот так закладывали, потому что невозможно взортили. Вот отсюда и аж 80 сантиметров дыра в высоту. Кап-ремонт. Такой долгожданный и такой непредсказуемый. Ну а теперь традиционно. Выводы. Капитальный ремонт как Новый год, как его встретишь, так и проведешь. Иначе вы сами видели, что бывает. Так что вот вам наши советы от чистого сердца. Обязательно выбирайте старшего по дому, ответственного, проверенного человека. Ходите на общее собрание хотя бы иногда, чтобы потом не было. Не знаю, не слышал, меня не предупредили. Вам не принесли смету работы расходов на капитальный ремонт лично в квартиру? Проявите инициативу, придите и попросите. Документы должны быть в вашей управляющей компании и подрядной организации, отвечающей за капитальный ремонт вашего дома. До того, как в ваш дом придут рабочие с инструментами, вы просто обязаны знать, сколько стоит ваш капремонт, что и кто будет ремонтировать на вашей территории. Обязательно подписывайте акты приемки работ. За это должен отвечать старший по дому или его представители, тоже жильцы дома. Подрядчики забывают предоставить на подпись акты? Напомните. Сделали вам козырьки над подъездами? Считаете, что все выполнено достойным образом? Распишитесь в документе. Нет? Не ставьте подпись и объясните причину вашего недовольства. Пусть исправляют. Старайтесь следить за тем, что и как делают рабочие. В основном они сами заинтересованы найти с вами общий язык и сделать все как надо. Иначе и репутацию себе испортят, и переделывать все равно придется. А может еще и штраф заплатят. Упустили момент и поняли, что ничего не знаете о том, что происходит за дверью вашей квартиры? В любом случае за все отвечает региональный фонд капитального ремонта. Запомните, статья 166 федерального закона о капремонте четко расставляет акценты, что нам могут отремонтировать, а что вовсе и не должны. Не требуйте больше, чем вам положено. Читайте законы. И не забывайте, подрядная организация оттрубила и ушла. Они, конечно, будут приглядывать за вашим домом 5 гарантийных лет, но вам тут жить до следующего капремонта еще лет 25. Так что крепитесь, будьте настойчивы и требовательны к тем, кто расходует ваши средства. Просто иного выбора нет. И вот еще что. Готовьтесь к капремонту еще зимой. Убедитесь, может как раз ваш дом следующий. Мы выложили все как есть, а как должно быть, можете предложить вы. Если вы думаете, что в вашей голове созрела полезная идея, если вы видите пути решения проблемы, просто расскажите об этом на сайте Народная экспертиза. Его адрес вы видите на экране. Ваши опыт и знания нужны региону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова